Здравствуйте! В ближайшие 45 минут говорим о тех людях, кто на фронте и в тылу сделал все и даже больше, чтобы 9 мая стало праздником. В нынешнем году впервые в истории этот день оренбургцы проводят дома. Пандемия коронавируса изменила все планы, в том числе и проведение бессмертного полка. Мы не можем сегодня пройти по городским улицам с портретами ветеранов, но мы уверены, что бессмертный полк нельзя отменить, как и саму память об участниках Великой Отечественной. Поэтому прямо сейчас мы начинаем телевизионную версию акции в нашем эфире. Говорим с оренбургцами, говорим о героях, говорим о победе. Начинаем. Коллеги, подсказываю, что у нас уже есть первое соединение. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Очень приятно. О ком бы вы хотели рассказать? Я хочу рассказать о моем дедушке и о моей бабушке. Вот они здесь у меня на фотографии. Вы очень похожи на дедушку, кстати. Да, дедушка Войтов Мирон Тимофеевич, контрразведка, СМЕРШ. Наша гордость, так сказать. Ну, он родился в Белоруссии, в Гомельской области. Такая есть деревушка Тихиничий. Нам вот удалось там побывать в том году. Очень патриархальная. Крест, икона при въезде в деревню. Служил в армии, учился в железнодорожном училище. И поскольку был активистом, вот его направили от училища на работу в органы госбезопасности. Ну, и работа эта, конечно, сложная. Все мы ее представляем. Примерно кино смотрим, так и представляем. Вот. Дедушка мой участвовал непосредственно в операциях по поимке лесных братьев в белорусских лесах. Вот еще до войны. И призван был на фронт в 1939 году. Началась его деятельность, его дорога к победе. Был сотрудником 2-го Белорусского, 3-го Белорусского фронта, Брянского фронта и 2-го Прибалтийского. И уже в 1945 году Забайкальский фронт. То есть он участвовал еще в русско-японской войне. Ну, поскольку это контрразведка, то каких-то подробностей обычно о них не сообщается. Вот. Но медали он получил, а участвовал во взятии Кёнигсберга. И очень интересно, что впоследствии, после уже участия в русско-японской войне, их направили жить туда, в Калининград. И также он работал в госбезопасности. Тогда КГБ называлась эта организация. И Калининград был тогда достаточно опасным местом, потому что он же у нас не граничит с городами России. И там преступность, диверсии. И был даже случай, когда его родную дочку, мою тетушку, чуть не украли. Слушайте, история... Спасло чудо, конечно. История как из фильма буквально. Да, да, мы очень любим рассказывать. Тетя Алла, она всегда это рассказывает. Мы, когда ездили, пошли по этим тропам, прошли. Она рассказала вот на этом месте. Ваша бабушка тоже была на фронте? Да, бабушка моя Нина Гавриловна Войтова. Она, поскольку училась в медицинском училище, то была как фельдшер, призвана прямо в 41-м году, с самого первого дня войны. Она была сотрудником таких войск, которые назывались «Связь-ремонт». То есть это был эшелон, такой поезд, который был сформирован у нас здесь. Еще тогда город Чкалов у нас был. И вот бабушка, она не участвовала в каких-то сражениях. Но я вот как представлю, 4 года вот в этом поезде, то есть это был такой поезд, который ремонтировал железнодорожные пути, которые были разбиты фашистами. И заодно они проводили операции, то есть раненых лечили и эвакуировали раненых. Вот как раз-таки они там и познакомились, потому что дедушка на железной дороге работал, и вот бабушка. И вот такая фронтовая любовь. Поженились они в 44-м году в городе Рига. И вот за всю войну у бабушки был маленький промежуток, когда она жила не в этом вот вагоне, а в маленьком домике. О войне бабушка не любила говорить. Ну, говорила, что говорить? Кровь, страх, смерть. Ну, многие не любят ветеранов вспоминать. Действительно, родственники об этом. Потому что это, наверное, очень тяжело. Дедушка награжден у нас медалями взятия Кенигсберга за победу над Японией, имеет орден второй степени, орден Отечественной войны, медаль за участие в Великой Отечественной войне. И, конечно, вот я считаю, что мы очень правильно, что вы снимаете такие передачи. Я желаю всем людям, чтобы все участвовали в акции. Смерть в пол. У нас какие-то проблемы с сиденьем. Спасибо вам большое. Спасибо. С праздником вас, 9 мая. Мы продолжаем. Следующая наша собеседница, к сожалению, не смогла выйти на связь со студией, но она записала видео, сама себя сняла. Я предлагаю посмотреть этот рассказ, потому что он тоже очень, скажем, трогательный и действительно тоже о герое. Меня зовут Валерия. Я хотела бы рассказать про своих прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Первый мой прадед – это Таров Иван Васильевич. Родился он в Сарлыкском районе, Чикаловская область. Здесь же он был призван на фронт в возрасте 37 лет. Отправлен он был на передовую военных действий в Смоленск. На фронте он имел звание старшего сержанта и также являлся командиром взвода. Но, к сожалению, он погиб в битве за Смоленск в 1942 году. Второй мой дед – это Попов Михаил Михеевич. Родился он в Чикаловской области. Здесь же он был призван на фронт в возрасте 18 лет. На фронте он имел звание младшего сержанта и был вычислителем топов батареи. Мой прадедушка прошел всю Великую Отечественную войну и праздновал победу в Германии. Также дедушка участвовал в Японской войне, где его контузило. Но, к счастью, он остался жив. Про дедушку я не любил рассказывать про те тяжелые года, но я точно знаю, что у него есть множество наград. Таких как медаль за победу, медаль за победу над Германией во время Великой Отечественной войны в 1941 по 1945 годах, медаль за отвагу, а также медаль за победу над Германией. Всю эту информацию про своих прадедов я узнавала у своих родственников или же с помощью своего общественного движения. И я хочу передать эту информацию будущему поколению, чтобы они также гордились своими прадедами. Каждый год я принимаю участие в Бессмертном полку, но именно в прошлом году мне предоставилась уникальная возможность возглавлять Бессмертный полк в роли волонтера. Вот такая замечательная история. Действительно, Бессмертный полк объединил огромное количество людей. Мы поговорим об этом чуть позже, а пока время нового диалога. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Турбитцем Кирилл. Очень приятно. О ком сегодня поговорим? О моем прадедушке Карпеле Александре Федоровиче. Вы были лично с ним знакомы? Он был участником Великой Отечественной войны, был разведчиком, разведчиком-артиллеристом. Он прошел всю войну с 1941 по 1945. Вот как в вашей семье сохраняют память о прадеде? Может быть, какие-то предметы остались, артефакты? Ну, так сказать, мы празднуем этот праздник всей семьей. Вот особенно с моим дядей, с сыном, вот, прадедушке моего. Вот с его сыном мы часто встречаемся, празднуем. И он рассказывает множественные истории, которых я вот сейчас хотел бы рассказать. Было бы здорово. Мой прадедушка был призван на фронт в 1941 году, когда ему было всего лишь 19 лет. Он служил в 31-й армии в звании гвардии сержанта. Но кем он только не работал. Он был и санитаром, и почтальоном, работал и писарем, и топографом. Но ему это всегда казалось мало. И однажды, по счастливой случайности, разведчики нашли в 20-летнем парне Александре Карпове те качества, смелость, отвагу, кровнокровие, которые были присущи каждому разведчику, и позвали его к себе. Но он, конечно же, согласился. Ценой умелых и самоотверженных решений он заслужил себе почет и славу. Даже 20 ноября, вот поэтому 20 ноября 1943 года, ему... О нем написала газета «На штурм врага». Статья «Неутомимый разведчик». В этой статье было написано о том, что вот он считается одним из лучших артиллерийских разведчиков. И даже был описан маленький подвиг, как он неустанно проводил разведку на переднем крае и несколько часов проводил разведку и засек пять пулеметных точек, две батареи, артиллерийскую и минометную. Ранее, в 1943 года, в августе, он освобождал от немецких захватчиков город Карачев. В июле 1944 года участвовал в форсировании реки Неман. В октябре 1944 года участвовал в освобождении Восточной Пруссии, в прорыве обороны Восточной Пруссии. В январе 1945 года он участвовал в штурме города Инстербурга. И в апреле 1945 года он участвовал в штурме города Инстербурга. Опять у нас немного проблемы со свете. Спасибо вам большое за ваш рассказ, Днем Победы. Поздравляем вас тоже, спасибо. Ну а пока мы ждем следующего соединения. Я коротко напомню историю движения «Бессмертный полк». Впервые эту акцию провели в 2012 году. Она прошла в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда на улицы города вышли 6000 человек. С портретами фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Они прошли по улицам и буквально прогремели на всю страну. Уже на следующий год акция прошла во многих других городах. Со временем стала всероссийской. Мне подсказывают, что у нас есть следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как я могу обращаться к вам? Меня Лагутина Аксуана. О ком вы хотели бы сегодня вспомнить и рассказать нашим зрителям? Лагутин Николай Георгиевич. Когда началась война, ему было 17 лет. Его не брали в армии, ну не брали на фронт. И он себе исправил документы. На три года сделал себе по старшему возрасту и ушел воевать. Прошел всю войну. Принимал участие в освобождении Болгарии, Румынии, Венгрии. Ранен в армии. Медаль у него за Будапешт, участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, Второй Украинский фронт в составе 186-го стрелкового полка в должности командира отделения. 42-го по 43-й, потом зенитный артиллерийский полк, командир отделения, что ли, сокращенное. 43-го по 44-й, потом шофер, что ли, 44-го по 45-й. Расскажите, пожалуйста, как в вашей семье сохраняется вот эта память? Ну да, у нас вот эти медали его, вот эта книжка, вот сейчас, в которой я все его там, что прописано. Конечно, чтим даже не просто, что родной человек нам помним и любим, вспоминаем. Если бы сегодня была возможна что-то сказать своему прадеду, какие слова вы бы, какими словами вы бы его поздравили, чтобы вы ему сказали? Просто, что мы его любим. Просто спасибо за то, что он есть. Если бы он был, я бы ему так сказала. Спасибо вам большое. С Днем Победы вас, 9 мая. Мы готовы продолжить общение с нашими зрителями. У нас новый собеседник. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Елена Добровольская. Я хотела бы рассказать о своем дедушке, Мясникове, Владимире Рафаиловиче. Дедушка родился 29 января 1923 года. Прямо перед войной он должен был поступить в Ташкентский университет, но война внесла свои коррективы. Дед отучился на связиста и в 43-м году попал на фронт. В составе, уже будучи связистом, он принимал участие в Курской битве, дошел до Берлина, имеет медали боевые за взятие Берлина, орден Отечественной войны, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией. После войны дедушка вернулся к мирной жизни, встретил мою бабушку. Они поженились, воспитали двух замечательных дочерей. Он воспитал трех внуков, но, к сожалению, в 1999 году его не стало, но, тем не менее, память о нем хранится в семье. Да и, собственно, в бабушкином доме до сих пор полно вещей, сделанных его руками. Вы знали дедушку? Вы его помните? Каким он был? Дедушку знала. Собственно, свое раннее детство я провела именно в доме бабушки с дедушкой, поэтому вот именно такие детские воспоминания о нем сохранились. Каким вы запомнили дедушку? Какой у него был характер? Какие-то, может быть, самые яркие? Дедушка, наверное, он был очень такой, может быть, несколько флегматичный, но на фоне всеобщей опеки бабушки над маленьким ребенком он казался такой, вот именно такое слово военного мужчины в доме, когда это последнее слово. Так что добрый, заботливый, безумно любил всех своих внуков, дочерей, при этом был очень справедливым. Елена, ну вот сегодня мы не можем выйти на улицы города, пройти с, так скажем, портретами наших предков. Пандемия все-таки вносит коррективы. Но мы можем сказать им добрые слова с экрана тем, кто сегодня нас смотрит. Как бы хотели поздравить ветеранов? Еще раз. Несколько слов для ветеранов. Безусловно, хочется поздравить ветеранов, сказать огромные слова благодарности, потому что когда ты сейчас знакомишься с материалами, с документами о Великой Отечественной войне, да даже когда ты просто смотришь фильмы, которые сняты фронтовиками и в которых снимались фронтовики, у меня до сих пор в голове не укладывается, как пережить столько четыре года непрерывного ада, а потом ведь еще поднять страну из пепелища. Это не люди, это колоссы, и у меня, правда, до сих пор в голове не укладывается, поэтому хочется пожелать всем нам мирного неба над головой, нашим ветеранам любви, заботы, здоровья, безусловно, и радости от общения с детьми, с внуками, и чтобы они действительно в них видели продолжение себя. Спасибо вам большое, с праздником, 9 мая. Мы продолжаем и рады приветствовать в нашем телевизионном эфире нового собеседника. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ночь Екатерина. О ком вы хотели бы рассказать сегодня? Я начну с прабабушки Днеева Вера Георгиевна. Моя прабабушка родилась в 1919 году в Солилецком районе Чикаловской области. Она состояла на военной службе в кадрах рабочей крестьянской Красной армии. В годы войны служила, вышла в Градской авиашколе в должности статного писаря. Также она была награждена медалью за победу над Германией, а позже работала в Оренбургском театре музыкальной комедии главным бухгалтером. Умерла 19 января 2006 года. Что бы вы хотели сказать сегодня бабушке, если бы она была рядом и была такая возможность? Ну, честно говоря, хотела бы поблагодарить за эту точку, которую она прошла, и очень крепко ее обнять. Прадедушка у меня Демов Егор Яковлевич. Родился он в 1913 году, а был призван в Кировском РВК в 1941 году. Он был старшим политруком, состоящий в резерве политсостава Юго-Западного фронта. Но, к сожалению, в бою за социалистическую родину он был убит уже в 1942 году, 29 декабря. Похоронен на Бутрулиновке Воронежской области. Откуда вы узнавали о его семье? То есть вам рассказывали ваши родители или искали данные? Интересовалась, я искала, но, к сожалению, о нем меньше всего. Вот тоже только нашла о том, что когда он был призван, кем он был, что он старший политрук. И все, к сожалению, больше информации не нашла. Ну, получается, вы пытались восстановить вот этот фронтовой путь по крупицам буквально. Да, также поблагодарила бы за этот тоже тяжелый путь, за то, что он был верен в воинской присяге, за то, что он привил такое геройство и мужество. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем проекте. Ну и пока у нас есть несколько минут, давайте попробуем вспомнить основные цифры об Баримбужье в годы Великой Отечественной войны. Если честно, они настолько большие, что сейчас кажутся чем-то нереальным и пугающим. По официальным данным из нашего региона, который тогда назывался Чкаловской областью, были мобилизованы 411 тысяч человек. Речь идет о совсем молодых людях, которые были призваны или пошли в военкоматы добровольцами, и о почтенных отцах семейств, которым тоже пришлось воевать. Даже женщины уходили на фронт. 15 тысяч оренбуженок призвали с 42-го по 45-е годы. Не вернулись домой, то есть погибли на войне или пропали без вести. 185 тысяч наших земляков. Мы готовы продолжать общение со зрителями. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мария Владимировна Пожидаева. О ком вы хотели бы вспомнить сегодня и рассказать нашим зрителям? О дедушке, о своем. А можно о двух дедушек сразу? Конечно, нужно. Бакаренко Владимир Иванович и Пожидаев Михаил Федорович. Мои дедушки. В Великобритании участвовали. Был один летчик, другой пехотинцем. Владимир Иванович. Я хочу рассказать дедушке о папе новоцетов. Он был пехотинцем. В пехоте участвовал. Пожидаев Михаил Федорович. А Граду тоже как ветеран отчистенной войны. Все так, все как положено. Сегодня день победы 9 мая. Что бы вы хотели сказать всем ветеранам, которые сейчас нас видят и слышат? Что бы дольше жили, спасибо за победу, что они нам помогли выстоять мирное небо. Что мы живем сейчас благодаря этому мирное небо. Спасибо им, что они войну прошли. Жалко, что такая была война. Великая очищенность, что никому не поздоровилась. И, так сказать. Спасибо вам большое. Спасибо с Днем Победы. Вас еще раз всего доброго. Сейчас у нас будет видео, соединение и новый собеседник. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Иван Тугай. Солист Оренбургского театра музыкальной комедии. Очень рада вас видеть участникам нашего проекта. О ком расскажете? Знаете, я хотел рассказать о своих дедах и даже двоюродных дедах по обеим линиям. По линии отца и по линии мамы. Вот с кого начать? С кого вам удобнее? Я начну с деда по линии отца Тугай Иван Дорофеевич. С 1904 года рождения. Война его застала обучающимся, точнее проходящим переподготовку в военной академии Жуковского в Москве. Он был направлен туда от Качинской летной школы. Там он занимал должность главного инженера Качинской школы или училища, как это говорилось. И сразу же, к сожалению, он не смог доучиться. Он был направлен в Волошовское летное училище инженером школы, потому что там произошел инцидент. Накануне сгорел ангар с самолетами и прежнего инженера сняли. Его назначили на новую должность. Хочу сразу сказать, что война у него, для него война была, скажем так, на невидимом фронте. Ну, как говорят, это даже не тыл, это военный тыл. Обеспечивание фронта авиационными кадрами, скажем так, да. Потому что должность военного авиаинженера, который он занимал сначала в Балашовской школе пилотов, это с 1941 по 1942, потом в 1942 году Балашовская школа была эвакуирована в Славгород, это Алтайский край, уже называлось как Новосибирское военное училище летчиков. И после войны, уже в 1946 году, училище было расформировано, и его направили в Оренбург. То есть дали на выбор Чкалов или Сорочинск. Он, конечно, выбрал Чкалов. И до 1955 года он состоял в должности инженер-полковника, уже уходил в запас инженер-полковником авиации. Ну, вот, было несколько интересных случаев таких, я коротко пытаюсь рассказать. Первый случай, это по воспоминаниям моего дяди, его младшего сына. Он рассказывал, как однажды отец пришел, на нем не было лица, и в поздней долгой паузе он сказал, меня отправляют на фронт. А дядя тогда был шестилетним мальчиком, он как-то так вцепился ему в сапог, обнял его и сказал, нет, это я пойду на фронт, я тебя не пущу. Но он, конечно, растрогался, понятное дело. А потом, спустя какое-то время, пришел отбой приказа, потому что, видимо, тогда была учтена его семейная ситуация, была больна жена очень сильно. Мой отец тогда, в 12-летнем возрасте, у него было очень тяжелое заболевание, туберкулез кости, и поэтому, вот, вследствие таких вот фактов, как бы, дали отбой и отправили другого человека. Но все равно, дядя, тулевики, как правило, рвались на фронт, потому что в тулу было невозможно, еще хлеще было, как не отбой на этих училищах. К сожалению, у нас кажется, немного подвозит связь. Иван, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. С Днем Победы вас поздравляем. На очереди нас уже ожидает следующий собеседник. Сейчас будет телефонный разговор. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я Девятаева Мария, студентка колледжа культуры и искусств. О ком вы хотели бы рассказать нашим зрителям, вспомнить сегодня? Я хочу рассказать о своем прадедушке, хуторянском Дмитрии Емельяновича. Он родился 4 февраля 1912 года. В декабре 1941 года он был призван на фронт. Ему был 31 год. До войны он обучал молодых ребят тракторному делу. Дома он оставил жену с двумя детьми, которая была беременна еще и третьим. На фронте был он орудийным мастером, работал в основном ночью. Затем был шофером, в обязанности которого входила доставка боеприпасов на передовую. Прошел свой военный путь в составе второго украинского, затем третьего украинского до Австрии. Также принимал участие в Сталинградском сражении. За это получил медаль за оборону Сталинграда. Затем освобождал город Полтаву, Кременчуг и другие. Освобождал от фашизма Болгарию, Румынию, Австрию, за что тоже был награжден. Также он участвовал в войне в Финляндии с 1938 года по 1939 год. После войны он работал на железной дороге на маслозаводе. Очень любил проводить свое время вместе с семьей. Был очень оптимистичным. Очень любил детей и внуков. Также любил читать с ними рассказы. Умер он в 1981 году. Ему было всего 69 лет. В нашем семейном архиве до сих пор хранится его орденская и красноармейская книжка. Сохранилось его очень много фотографий. Мы очень гордимся тем, что среди наших близких есть такой герой. И мы все его очень любим. Вот так получается, что сегодня в нашем эфире звучат в основном рассказы о фронтовиках. А между тем в тылу, в том числе в нашем регионе, в годы Великой Отечественной войны тоже приходилось очень нелегко. Историки рассказывают, что даже быт изменился до неузнаваемости. Ну, например, в городских полисадниках стали выращивать не цветы, а картошку. Городу просто не хватало провианта. При этом в наш край прибыли десятки тысяч эвакуированных. Среди них были известные всей стране люди. Например, Семера Строповичей, маленький Владимир Высоцкий. В Оренбурге также разместились 17 госпиталей, где врачи и медсестры сумели вылечить 66 тысяч раненых. Ну, у нас есть еще одно соединение, новый собеседник. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Даниил Мурузин, мне 14 лет. И сегодня я бы хотела вспомнить о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Пожалуйста. Итак, у меня было два прадеда, которые участвовали в войне. Это Кашинцев Николай Алексеевич и Александр Владимир Федорович. Расскажу о них по порядку. Кашинцев Николай Алексеевич родился в 1914 году. И в 1932 году попал в Красную Армию. В войне он участвовал с ее началу, то есть с 1941 года. Будучи на Волховском фронте, он произвел 10 боевых вылетов. Был он, собственно, летчиком. За что в дальнейшем получил награду. Также он участвовал в обороне Сталинграда и в 1942 году, соответственно, был за это награжден. Также он принимал участие в освобождении Варшавы и взятии Берлина. После конца войны он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Красного Знамени и соответствующими наградами. То есть медаль за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за долгий добросовестный труд. Далее Александр Владимирович также родился в 1914 году в Архангельской области. Он был разведчиком во время войны, а до этого был начальником обозно-вещевого снабжения 157-го инженерно-минного батальона и 12-й инженерно-минной дип-бригады. В войне он также участвовал с самого начала и получил несколько ранений. Одно было в 1941-м, это тяжелое ранение в правое легкое от осколка гранаты. И следующее в 1943-м, это тяжелая общая контузия с нарушением центральной нервной системы. Однако, несмотря на все раны, он смог пройти войну до конца и был также награжден Орденом Красной Звезды. Я очень сильно горжусь своими прадедами и говорю им огромное спасибо за мирное небо на голову и победу. Вы очень много подробностей знаете о жизни прадедов. Вот как в вашей семье сохраняют эту память? Может быть, остались какие-то артефакты, предметы от дедушек? Конечно, у нас есть фотографии наших прадедов. Вот они. На снимке слева от вас находится Кашинцев Николай Алексеевич, на снимке справа Александров Владимир Федорович. Также у нас имеются их военные билеты и удостоверение за участие в героической обороне Сталинграда Кашинцева Николая Алексеевича. Спасибо. Спасибо, Видим. Спасибо. Вот если бы сегодня была такая возможность, что бы вы сказали вашим прадедушкам 9 мая, в День Победы? Ну, я думаю, что вообще человеку, который участвовал в подобных событиях, нужно иметь невероятную силу воли и моральный стержень, чтобы вообще можно было пройти такие испытания, получив такие тяжелые ранения, и все равно пройти войну до конца и победить. То есть это нужно быть невероятно устойчивым и иметь очень твердый характер. Хотели бы вы их поздравить? Что бы вы сказали? Ну, естественно, мне в первую очередь хочется выразить огромнейшую благодарность за ваш неоценимый вообще труд, за вашу храбрость, за вашу настойчивость и труд, и вклад в победу. Спасибо вам большое. Я очень ценю и горжусь вами. Всего доброго. С Днем Победы вас. А мы продолжаем. Буквально через секунду у нас будет новый собеседник. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Евгений Петрович Верещагин. Очень приятно. О ком будете рассказывать сегодня? Сегодня я хотел бы рассказать о своем тесте Зуенко Андрей Степанович, 24-го года рождения, уроженец села Новоуспеновка, Акбулакского района, который в августе 42-го года был зачислен на курсы радиотелеграфистов и проходил учебу в поселке Акбулак. Все занятия и проживание проходили в здании районного дома культура. И после шестимесячной подготовки получился специальность радиотелеграфиста третьей группы. И в конце апреля 43-го года в составе 1307-го пушечного артиллерийского полка из города Чебаркуль Челябинской области был отправлен на фронт Курско-Орловского направления. И закончил войну под Кенигсбергом, ныне город Калининград. Первую свою награду получил за отвагу, о чем свидетельствуют наградные листы, которые были нами получены из архива Министерства обороны. Кроме этой награды имеется орден Красной Звезды, который находится у второй внучки, и третий орден Отечественная война. Чуть-чуть подальше от экрана, пожалуйста, чтобы наши зрители тоже могли увидеть эту гордость, эту награду. А это память уже для второй внучки. Награды получил за форсирование рек Днепр по Дрогачевам, Припять, за освобождение город Севельск, Орск, Могилев. Оршу, прошу прощения. И Могилев прошел через Польшу, Восточную Пруссию. Но и как ветеран рассказывал очень и очень мало. Ну вот каким вы запомнили вашего тестя, какой был характер, какая личность, какой склад? Это целеустремленность, любовь к своей родине, которую он сохранил до конца жизни. В 60-х годах по призыву партии они из Акбулака уехали в город Янгиер, Узбекской СССР, на всесоюзную стройку. Осваивать голодную степь. Трудолюбив, любил народ, любил жизнь, любил детей, любил внуков. Одним словом, это все было при нем. Никогда много, даже мне, он никогда не рассказывал. Единственный случай, который он рассказал, что после одной рукопашной схватки, его руки, Андрея Степановича, рядом находившиеся товарищей, еле разжали с горла фашиста. И это ощущение ужаса, который испытал мальчишка в 20 лет, пронес через свою жизнь. Вы знаете, коллеги, редакторы подсказывают мне, что буквально несколько дней назад в вашей жизни произошла история, которая заставляет немного порадоваться за нас, за всех и подумать о том, что, наверное, память участников Великой Отечественной войны сохраняется такими искренними порывами. Расскажите, пожалуйста, эту историю. Я немного чуть раньше, чего еще ваши редакторы не знают. Так как наш отец похоронен в Янгиере, Узбекистан, не добраться. Я 30 апреля вечером просто обратился в социальных сетях. Дорогие земляки, кто сможет облагородить могилу нашего отца Зуенко Андрея Степановича? И буквально через час я получаю ответ от молодого человека Джамшида Туракулова. А еще в обращении я написал, конечно, за плату. Он мне пишет, где похоронен, никаких денег, это за победу. Присылает видео, аккуратненько, чистенько, могилой и тому подобного. И вечером, начиная с 1 мая, у нас с ним начинаются вечерние переписки, которые длятся 2-3 часа. Меня теперь он называет брат Ака. Я спрашиваю, а что такое Ака в Узбекске? Он заявляет, это старший брат. Спасибо вам большое за эту трогательную историю. Наверное, вот именно так каждый из нас может сохранить память о победе. Наша программа подходит к концу. Бессмертный полк на ОРТ продолжит работу в 18.00. Я напомню, наш эфир не единственный способ вспомнить участников и ветеранов войны. Сегодня в 19.00 по всей стране пройдет акция «Бессмертный полк в родном окошке». Суть в том, чтобы мы все с портретами фронтовиков и толовиков подошли к окнам, вышли на балконы, увидели друг друга и вместе спели песню символ 9 мая, этот День Победы. Присоединяйтесь. А пока я передаю слово моим коллегам, журналистам информационной редакции и Анастасии Синченковой. Прямо сейчас специальный выпуск новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин